и всем привет ребята вот и наша новая серия по метро royal продолжаем мы атаковать соло режим заходим голыми и стараемся здесь хоть как-то развиться ну а тем временем ребят нас на канале уже две тысячи человек поэтому в честь этого давайте сегодня разыграем mk14 кобра в фуловом обвесе условия все те же быть подписанным на канал оставить комментарий со своей соц сетью ну и по желанию прожать лайк этому видео всем удачи и приятного просмотра погнали друзья многие из вас просят совет где приобрести вещи по выгодным ценам и я нашел ты телеграм-канал это пожалуй самые низкие цены на топовые вещи игры и отличный сервис ну а так как сезон подходит к концу админ снизил цены на 20 процентов также сегодня он апнул ранг легендарный и в честь этого праздника по промокоду zerbin вы получаете скидку еще на 20 процентов до конца сезона учитывая цены дешевле только даром ссылку на канал а также промокод я как обычно оставляю в описании под роликом всем приятных покупок и возвращаемся обратно так перебежал и на другую сторону респов тут только что кто-то кинул гранату наверное это два соседних рез повоюют между друг другом сейчас постараемся вы смотрите и хотя бы одного из них забрать хоть что-то на себя одеть и тогда уже будет нам играть попроще так а вот и наш первый человек сейчас постараемся забрать и это у нас оказывается шестерка давайте по-быстрому добежим лутонем и надеюсь что-то хорошее нам сейчас выпадет и будем ждать второго человека который сто процентов тут есть потому что они грубо говоря между собой сейчас воевали до забираем из него броню я думаю это прям очень хорошее начало но жаль не выполнили какой рюкзак и в нас опять ничего не помещается под стволку я думаю надо брать обязательно я думаю пора бы уже учиться и с ней поиграть сейчас давайте отбежим ее зарядим и посмотрим где наш еще один человек я думаю его мы сейчас тоже должны забрать потому что он точно не знает где мы находимся по-моему я уже кого-то слышу сейчас быстренько зарядим под ствол и глянем где-то он здесь вот он он подбежал сейчас думаю надо подловить момент и убить его поймали мы его сейчас на просто максимально глупые ошибки нельзя вот так вот подбегать и сразу же падать лутать ящики если ты не знаешь если тут кто-то или нет я думаю тут даже логически можно было подумать что если его только что убили скорее всего игрок который его убил еще никуда не ушел ну ладно хотя бы немножечко из него еще подняли по крайней мере жетончик наши патроны окупит и я думаю можно в принципе отправляться уже потихонечку в сторону школы не успел я добежать даже до школы как в этой части карты услышал какой-то одинокий выстрел давайте сейчас посмотрим и постараемся найти того человека который здесь стрелял стрелял он кстати с мкшки я думаю нам сейчас 2 мкшка вообще не помешает поэтому этого игрока надо найти сто процентов и постараться из него что-то выбить да вот он лежит под камнем бедолага давайте и в принципе у нас это получается без какого-либо труда но ничего правда из него дни выпадает а вот это сейчас было крайне неприятно как же хорошо что в начале боя мы выбили бронежилет который нас сейчас грубо говоря спас но от этого выстрела он поломался до нуля и сейчас мы грубо говоря без какой-либо защиты против человека который сто процентов знает где мы и лежит контролирует нас со своего авм и не думаю что мы сейчас что-то сможем ему такого сделать потому что крайне большое расстояние даже с мкшки даже лежа будет очень тяжело стрелять тем более мы даже не понимаем где он сейчас находится я думаю надо менять строчную позицию и стараться хоть как-то заближаться наверное либо подходить поближе к заборчику чтобы у нас хоть какая-то защита была сейчас как-то постараюсь размансовать его чтобы он сто процентов по нам не попал надеюсь у меня это получится и хотя бы добраться до забора чтобы расстояние было более-менее низкое чтобы я хотя бы мог пострелять по нему сейчас постараюсь наверное хоть как-то его высмотреть чтобы нам точно понять откуда он стреляет и контролировать уже ту точку не давать ему по нам простреливать мне кажется он находится где-то на самой верхней точке горы вот из того проема где стоит дерево мне кажется он стреляет оттуда ни разу не попал по нему но все же мы его немножечко до испугали точно дал ему пару попаданий одно из них даже было в голову но игрок не умер значит он в какой-то хорошей экипировки скорее всего это какая-нибудь шестерка потому что пару попаданий тело голова я думаю четвертая броня бы точно уже отлетела в лобби такое ощущение как будто он еще помимо нас с кем-то перестреливается потому что как-то уж странно он себя ведет не показывается совсем а выстрелы тем не менее есть я думаю надо все-таки уже потихонечку сближаться пока он кем-то отвлечен и не вовремя просто начинает стрелять вот когда мы делали перебежку ладно мы хотя бы добежали без последствий практически не потеряли свое здоровье я думаю настал момент надо брать инициативу в свои руки и стараться сближаться с ним и как-то уже перестреливаться на более средних близких дистанциях также ребят сегодня наконец-то нашел где можно посмотреть когда у нас будет обновление когда вы заходите в лобби слева верхнем углу у вас есть графа ваш уровень игрока то есть я думаю многих сейчас уже стоит 30 уровень все-таки вторая глава думаю многие уже апнули его когда вы нажимаете туда там снизу такая полоска и там написано конец второй главы 8 марта часть вещей перенесется в следующий сезон поэтому ребят могу сто процентов вам сказать что новая глава будет и надеюсь там будет играть намного интереснее чем сейчас надеюсь пофиксит эти самые топовые баги которые сейчас есть это баг на скорость который начали юзать просто каждый второй третий человек бегает на необычайной скорости и прыгает как я не знаю лягушка какая-то и баг на ради чтобы меньше крыльев радиации потому что сейчас вроде просто невозможно ты заходишь тебя сразу со всех сторон начинают сверху стрелять и ты практически даже не можешь выйти и плюс я думаю было бы интересно если бы добавили какую-нибудь такую функцию например когда ты заходишь на третью карту ты с большей вероятностью потеряешь все вещи но например одну вещь какую ты выберешь сам можно было бы сохранять например сто процентов какой-нибудь дополнительный айтем вели бы типа я не знаю например на оружие ремень какой-нибудь чтобы ты вставляешь как было в оружие экипируешь и ты если умираешь сто процентов этот предмет не теряешь я думаю в принципе многим игрокам бы такая идея зашла потому что к примеру когда ты умираешь бывает такое что ты теряешь абсолютно все даже если у тебя других вещей нету и просто у многих в этот момент пропадает желание вообще оставаться в метро и продолжать здесь играть конечно со временем проходит игроки возвращаются обратно но вот такой неприятный осадочек остается потому что когда ты убиваешь там пять шесть человек из них вообще ничего не падает но тебя убивает какой-то бомж что лежал в траве из тебя высыпается все я думаю здесь немножечко надо это все сбалансировать напишите ребят комментарии что вы думаете по этому поводу но мы в принципе этого игрока здесь не нашли поэтому я думаю надо перемещаться к школе не знаю остался здесь этот человек или нет который стрелял с мк-14 я точно слышал что он находится где-то здесь и по моему он стрелял по тому с кем стрелялись мы то есть тот паренек с авмом на горе правда я так и не нашел его и сейчас хотя бы этого постараемся забрать если он остался здесь потому что нам еще нужен как минимум шлем и как минимум хоть какой-нибудь рюкзак ну и в идеале было бы конечно выбить еще один бронежилет потому что от этого уже толку 0 он залитый прям до конца до самого конца весь красненький и никакой защиты он сейчас не дает ну а на крайний случай просто убьем босса если здесь никого нету а мне кажется что здесь уже никого нету потому что как-то уж больно тихо хоть и ботов то нету а нет нет парочку ботов есть все таки ладно я думаю в принципе надо сближаться и как-то пробовать брать штурмом что ли потому что вот это вот беготня по кругу любой человек уже в этот момент успеет 10 раз куда-нибудь уйти и трупов тут в принципе достаточно даже рюкзачок лежит одну из проблем мы решили остался по идее только шлем и можно будет убивать босса и идти на выход да в принципе я здесь уже никого не вижу сейчас проверим бассейн может быть он где-то здесь на бассейне присел но по-моему здесь уже никого нету и здесь видимо что-то было веселое только трупов я думаю мы просто чуть-чуть не успели по времени я просто представляю сколько лута мог унести тот человек который отсюда уходил давайте сейчас хотя бы посмотрим что здесь осталось сайга еще один рюкзак блин это если вот посмотреть сколько он оставил здесь вещей ну грубо говоря там подствольник рюкзак то сколько вещей он на себе унес на выход а я думаю скорее всего он уже ушел на выход потому что я сам иногда так делал заходишь буквально убиваешь одного-двух людей и все это в принципе полный разворачиваешься и бежишь аккуратненько на выход и заходишь заново ладно тогда ждем босса надеюсь с босса нам что-то хорошее дропнется и давайте уже его убивать пока ждал бегал пролутал все ящички да босс у нас появился правда аккуратненько его будем убивать потому что он все-таки с дбс кай и буквально мне кажется одно-два попадания в лобби мне вот интересно вот эти вот щели между ящиками простреливаются нет сейчас нужно попробую пострелять щели может получится все таки тем более он кинул себе смока и подставляться под его выстрелы не думаю что это разумно да в принципе попасть по нему можно только что с первого патрона мы попали по нему вот еще раз и еще раз попали мне кажется это будет очень долго наверное магазин сейчас всажу в него и посмотрю и наверно давайте вот багнем вот таки этого босса проще всего багать и спокойненько тогда уже его разберем вот кстати если кто еще не умеет багать босса с дбс кай на школе вот вам чистый пример как это делается просто пробежали по лесенке через вот этот деревянный мостик справа и встали за этот ящик все босс встает и не шевелится даже стрелять и сейчас по моему не будет и на спине я у него вижу 5 выпадет ну да он в принципе нам выпадет и дал там что-то розовое давайте глянем что там еще есть а тут у нас как раз таки шлем которого нам не хватало еще и м к улучшенной дбс к улучшенной бронежилет 4 в принципе я думаю это прям очень хорошо нам упало потому что бывает что даже на 3 карте с боссов падает голимые синие предметы сейчас тогда напихаем себя по максимуму думаю дбс куда же возьмем и двинемся на рожок думаю зайду еще на рожке на босса все-таки мы должны еще успеть и потом уже пойдем на выход не ну неплохо как по мне неплохо сразу зарядим под стволочку вдруг мы кого-то по дороге встретим и давайте уже пойдем а то времени у нас остается очень мало нам надо еще забрать второго босса не успела даже добежать до середины как услышал что здесь кто-то где-то стреляется прям четко было слышно выстрелы глушителя и выстрелы в принципе было слышно очень хорошо я думаю сейчас утонем еще ящичек и пойдем уже высматривать человека который здесь где-то находится думаю если сейчас получится его убить вы быстренько его лутонем и помчимся на выход тогда даже не будем к боссу в принципе заходить так вот он опять стреляет где-то слева я думаю сейчас посмотрим и будем поджиматься ближе к заборщику скорее всего игрок тоже идет на выход ну либо просто бегает ящики лутает которые обычно никто здесь не обыскивает остается у нас буквально всего три минуты я думаю мы сейчас просто должны успеть либо у меня уже включается жадность и мне надо все хапнуть больше и больше блин 150 секунд до конца боя и он куда-то уходит давайте хотя бы в спину постараемся сейчас ему прокидать да вон он я его вижу сейчас ляжем и попробуем по нему нужно стрелять до забираем и еще одного человека блин сейчас дико рискованно конечно идти его обыскивать потому что мы не можем не успеть даже вернуться к выходу но я все-таки рискну я думаю у меня должно это получиться сейчас прям махом подбегаем смотрим если что-то 4 то убегаем обратно к выходу серьезно вы блин серьезно осталось чуть больше минуты нас убивает вообще какой-то левый тип откуда он взялся ладно ребят и такое бывает всем туда смотрел до конца огромное спасибо оставлять свои комментарии под видео прожимайте лайк этому видео и оставляйте ваши соцсети для участия в розыгрыше всем удачи и пока